По тактическому замыслу учений в одной из квартир жилой пятиэтажки произошел взрыв бытового газа с частичным обрушением конструкции дома и возгоранием. Ликвидацией последствий ЧП занимались службы ГО и ЧС. По сигналу тревоги на место прибыли больше ста человек. Спасатели, пожарные, аварийные бригады всех коммунальных служб. Они развернули оперативный штаб. Опасную территорию оцепили полицейские, казаки и сотрудники Росгвардии. Обрушившиеся по сценарию учений здания тут же обесточили. Отключили отвода и газоснабжение. Параллельно эвакуировали жителей пострадавшего подъезда. Из дома вывели около 50 человек. Тем, кто получил условные травмы, оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу. Для этого спасателям даже пришлось поднимать пожарный кран. К слову, то, что это были учения, можно было определить и по поведению условно пострадавших, которые, лежа на носилках, делали селфи. Ну а всего в тренировке задействовали 24 единицы техники. С задачей справились за 15 минут. Что-то получилось, что-то не очень получилось. Есть еще над чем работать. Такие мероприятия в городе будут продолжены. В ближайшее время такие же учения мы проведем обязательно в Костинском районе, в Центральном районе. И уже готовимся к особому противопожарному периоду, который у нас примерно с 1 мая. Начнут гореть у нас леса в нацпарке. Будем проводить подобное учение, но уже по другой тематике. Сценарий учений спланирован по понятным причинам. Задача сочинских спасателей – не допустить трагедий, похожих на те, которые произошли в Магнитогорске и Ростовской области. Напомню, в Сочи регулярно проводятся не только тренировки по гражданской обороне и масштабные комплексные учения, но и проверки газового оборудования. На курорте организованы инспекционные проверки многоквартирных и частных домов.